В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». С вами Галина Давыдова. Здравствуйте. Выборгский район помогает беженцам из Донбасса. Накануне первую партию увезли в Санкт-Петербург для формирования колонны гуманитарной помощи. Как рассказал исполнительный секретарь Выборгского местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Демкин, было принято решение в первую очередь отправить продукты питания, предметы первой необходимости и одежду, переданную единороссами. Несли все, и продукты питания, и одежда, и обувь. Список просто огромен, и он потрясает тем, что настолько активно люди откликнулись на этот призыв. Выборгская партийная организация «Единая Россия» насчитывает больше двух тысяч человек. Естественно, в первую очередь, конечно, был призыв обращен к ним. И партийцы очень серьезно поддержали нашу инициативу, и непосредственно достаточно большое количество вещей и продуктов было принесено. На всех коробках, которые приносили наши партийцы, мы ставили логотип для того, чтобы понимать, какой объем вот этой помощи именно оказан непосредственно партией. Ну, конечно, помощь, она просто потрясает, она огромная, коробок, продуктов очень много. И следующие партии, которые мы будем управлять, естественно, они пойдут уже от жителей Выборгского района. Всего за три дня Выборгский район собрал более двух тонн гуманитарной помощи. На призыв откликнулись как представители предприятий и организаций, так и просто неравнодушные горожане. В целом, в разных районах Ленинградской области работало около 20 пунктов по сбору гуманитарной помощи. Ведь в команде 47 нет равнодушных. Детей-сирот Выборгского района обеспечат жильем. В этом году администрация планирует приобрести не менее 20 жилых помещений в Выборге, Приморске, Светогорске, поселках Рощино, Перово и ряде других. Аукционы на закупку квадратных метров будут объявлены уже в марте. Средства для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделяются из бюджета Ленинградской области. Дети из данной категории граждан пишут заявление, где они в каком населенном пункте желают получить квартиру, но, как правило, это тот же самый населенный пункт, где ребенок зарегистрирован постоянно. Закупки мы проводим путем проведения электронного аукциона по 44-му федеральному закону о контрактной системе в сфере закупок. Требования мы детально прописываем в техническом задании. Одно из главных требований – это квартира должна быть благоустроенной, не менее одной комнаты. Общая площадь квартиры должна быть не менее 30 квадратных метров. И квартира, соответственно, не должна требовать проведения косметического ремонта. По закону Российской Федерации продать свое жилье на торгах может любой желающий. Чтобы претендовать на заключение муниципального контракта, необходимо иметь электронную цифровую подпись. Почти две тысячи советских бойцов. Именно столько захоронено в братской могиле на южном кладбище города Выборга. С этого памятного места начались торжественно-траорные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. Возложить цветы и венки, почтить память павших минутой молчания. Сюда пришли те, кто обязан им своей жизнью и мирным небом над головой. Именно здесь покоится героический экипаж танка, погибший в бою летом 44-го года в районе станции Томисуо. Танкисты в течение семи часов ввели бой до последнего снаряда, пока не сгорели в подожженной врагами боевой машине, до конца исполнив свой воинский долг. Традиционный митинг состоялся на площади выборгских полков. Для нас, жителей города воинской славы Выборга, День Защитника Отечества – особый праздник. Сегодня, в этот день, мы пришли сюда, чтобы отдать дань глубокого уважения подвигам наших солдат, погибшим за нашу Родину. В этот день мы чествуем ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов вооруженных сил, участников локальных военных действий. В этот день мы выражаем нашу особую благодарность тем, кто сейчас несет службу в рядах российской армии, военно-морского флота и защищает рубежи нашего Отечества. Как подчеркнул Дмитрий Никулин, выборг носит почетное звание «Город воинской славы». Это вызывает не только гордость, но и ответственность за сохранение истории нашей державы. И в силах каждого внести в это свой вклад. Говорили в этот день и о преемственности поколений. Мы вспоминаем, прежде всего, великие подвиги наших предков за всю историю российского государства. Мы сегодня чествуем тех, кто продолжает славные боевые традиции нашего народа и нашей армии в нынешних условиях, которые обеспечат нам покой и мир на нашей земле. Уверен, что каждый гражданин Российской Федерации готов выступить на защиту нашего государства, если этого потребуется. И это будет залогом свободы и независимости нашей страны. После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов. Первыми к стеле подошли главы администрации и Выборгского района. Вслед за ними память героев почтили депутаты, военнослужащие, представители силовых структур, ветераны, кадеты, волонтеры, а также жители города. Музыкальный подарок по случаю Дня защитника Отечества преподнесли вокалисты из коллектива «Эльфы». Торжественные мероприятия продолжились в библиотеке «Алта». Здесь собрались военнослужащие Выборгского гарнизона. В честь праздничного дня они получили благодарственные письма от администрации Выборгского района. Сегодняшнее поколение защитников Отечества с честью и достоинством несет службу, сохраняя и приумножая лучшие традиции советской и российской армии. Валерий Савинов поблагодарил за доблестную службу военнослужащих 138-й гвардейской мотострелковой бригады в Каменке, вертолетного подразделения в Глебычево, войсковых частей в поселках Новинки и Гвардейском, а также пограничной службы в Выборге и Высоцке. Праздник продолжился концертной программой во Дворце культуры Выборга. Творческие коллективы района представили музыкально-театрализованную программу «Имею честь служить отчизне». Она транслировалась в онлайн-режиме. Завершил торжественный день красочный фейерверк. Яркие всполохи в честь Дня защитника Отечества раскрасили небо над стадионом «Авангард». Татьяна Анкудович, Кирилл Воженин, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». Добро пожаловать в мир журналистики. Школьники Ленинградской области знакомятся с работой региональных средств массовой информации. Так, медиакоманда 47 активно включается в развитие направления «Молодость в команде». К акции присоединяются разные районы. Информационный центр Кириши уже посетили местные школьники. А нашими гостями стали юные журналисты из медиа-центра школы номер 14. Но обо всем по порядку. Профессия журналиста всегда была из разряда особенных. Огромное количество встреч с самыми разными людьми. Море впечатлений, эмоций, командировки, постоянное общение. И как итог, материал в газете, на радио, на телевидении, а теперь еще и в интернет-пространстве. Собственно, именно он, созданный усилиями журналиста или творческого коллектива, продукт, или, как модно нынче говорить, контент, как цель и задача, как смысл профессии, как итог проделанной работы. Тем ценнее, если в профессию человек приходит осознанно, с детства или юности, испытывая желание не просто писать, а приносить пользу обществу. Такие базовые установки получают юные корреспонденты на занятиях в своих кружках. А познакомиться на практике с работой профессиональных журналистов они могут, придя на экскурсию в местные средства массовой информации. Будущим кирижским журналистам повезло, ведь они могут сразу в одном месте увидеть, как делают газету, выпускают в радиоэфир программы и снимают теленовости. И весь этот контент можно затем посмотреть и послушать в интернете, потому что сразу четыре зарегистрированных СМИ входят в информационный центр Кириши. Впечатления детей самые разные. Любопытно заглянуть в подшивку районной газеты 60-х годов прошлого века. Или записать новости самому, используя суфлер. Узнать, что такое простыня, лид, хромакей. Увидеть собственными глазами. Огромный плейлист для радио. Прослушать какие-то интересные истории и, конечно, сделать селфи. Куда уж без него. Профессия журналиста остается востребованной, несмотря на изменения форматов. И творческие ребята с удовольствием ее выбирают. Для местных СМИ актуальной остается проблема новых кадров, потому что молодые специалисты не стремятся возвращаться домой, их манят огни больших городов. Хотя возможность состояться как грамотный и востребованный специалист в родном городе всегда велика. Именно на это рассчитывают местные журналисты. Дети, которым интересна профессия, по-хорошему заболеют ею и вернутся на смену старшим товарищам. Тем более, что современные медиатехнологии сегодня отлажены практически во всех редакциях Ленинградской области. Так что можно легко передать привет юным коллегам, которые посетили редакцию в Выборге. Первым делом оказавшись в стенах Выборгской муниципальной телекомпании, юные журналисты из 14-й школы достали видеокамеру, диктофон и начали задавать вопросы. Сразу видно, растут профессионалы. В результате экскурсия по телевизионному закулисью плавно перетекла в съемочный процесс, причем с обеих сторон. В роли гида выступила главный редактор Марина Чусова. Знакомство начали с «Ньюсрум». Здесь рождаются тексты и идет обсуждение тем будущих репортажей. И именно в этих стенах чаще всего звучат слова, которые многим могут быть непонятны. Но наши гости работают в школьном медиа-центре и язык телевизионщиков им знаком. Отлично, идем дальше. А теперь мы отправимся в самое сердце нашей редакции. Это, конечно же, студия. Она у нас небольшая, но очень уютная и разделена сразу на несколько рабочих зон. Вот, к примеру, здесь корреспонденты озвучивают тексты своих сюжетов. А здесь записываются выпуски новостной программы. А здесь обычно творится волшебство. Об одном из самых популярных инструментов для создания визуальных эффектов, в основном поле для креатива корреспондентов и монтажеров, хромакея, нашим гостям тоже не пришлось рассказывать. Сами все знают. А вот вести новостную программу им еще не приходилось. Так что в роли телеведущих в нашей студии девушки попробовали себя впервые. И на собственном опыте поняли, что это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вы смотрите программу «Город. Новости по-выборски». Сегодня будущие телезвезды не только соберут материалы для участия в конкурсе «Юный журналист», но и узнают некоторые секреты телевизионной кухни. С вами была Дарья Еременко. Всего доброго и до новых встреч. Телеведущая, она уже должна правильно подать материал, заставить слушать ее, заставить ее любить, как телеведущую. То есть, интересоваться этим материалом. Кроме приятной внешности, успешный телеведущий должен обладать еще рядом навыков, в том числе и хорошей дикцией. Поэтому мы подготовили для наших ведущих небольшое испытание. А теперь скороговорышки. На дворе дрова, на траве трава. Карл украл коралок. Карла украла корнет. Корабли лавировали, лавировали, да не вы лавировали. Вот и повеселились. А еще усвоили одно – очень важное правило. Все приходит с трудом и опытом. Они уже молодцы, но стремиться есть к чему. Чем больше работаешь на выезде, тем больше приходит идей. Когда мы замкнуты в себе и сидим у себя, и что-то делаем, теряется вот эта новизна. К вам пришли, посмотрели, увидели. Видно профессионализм, видно, как люди работают. И у моих девчонок загораются глаза, и у меня загораются глаза. О способности видеть на любые расстояния люди мечтали еще с древности. И то, что когда-то казалось сказкой, стало возможным благодаря телевидению. Наша экскурсия завершилась, и мы передаем ответный привет Киришам и всем нашим коллегам со всей Ленинградской области. Привет! Галина Давыдова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». В святую крепость вернулась злюка из Кошицы. К юбилейному сезону здесь решили возродить самую первую постановку. С этого детского спектакля начиналась история Выборгского театра, которая длится уже 40 лет и, как надеются многие, будет вечно. Круглую дату отметят в марте. Восстановлением «Злюки из Кошицы» или, как еще называют постановку, «Сундук секретом» занимались заслуженный артист России Николай Устинов-Лещинский и актер театра Антон Косолапов. Есть добрая традиция, если артист устраивается в наш театр, работает, то он обязательно сыграет в этом спектакле. Сам по себе он как спектакль-игра. И он в работе такой же легкий, и в восстановлении. То есть, в принципе, это работа удовольствия. В основу спектакля легла сказка словацких авторов «Подарок из Кошицы». На сцене пять актеров и волшебный сундук, который они по очереди пытаются открыть, каждый своим способом. После нескольких попыток с помощью зрителей им это удается. Спектакль очень добрый, светлый, про любовь, про дружбу. Что никогда в этой жизни не надо быть злым, потому что все возвращается. В этом спектакле есть и живой план, и кукольный план. Но кукольный план поинтереснее, потому что он притягивает. Работа с куклами – это большая ответственность. Задача актеров состоит в том, чтобы оживить неживое и отдаваться не на 100, а 200%. Евгения Смирнова играет Янечку, у которой ярко проявляются лидерские качества. Она руководит всеми на сцене. Ребята, она ему нужна? Нужна! Знаете что? Я как ответственная за спектакль громогласно и ответственно заявляю. Ты ее нарисовал, тебе с ней играть! Фуэлл! Это, знаете, такой командир. Она главная среди ребят, которые вместе с ней находятся. Она их всех строит, она создает этот спектакль, она всеми управляет. И мы очень надеемся, что дети будут с удовольствием это смотреть, и они будут вместе с нами сопереживать, они будут вместе с нами меняться, выйдут с какими-то мыслями для себя, что-то вынесут для себя из этого спектакля. Спектакль наполнен движениями, музыкой, танцами. Искрящаяся энергетика молодых артистов перетекает в зрительный зал, что побуждает малышей тоже участвовать в сценическом действии. Я считаю, как член художественного совета и такой легкий куратор этого спектакля, наблюдая, в каком направлении он идет, поскольку сам абориген этого спектакля, то я могу сказать, что они победили предлагаемые обстоятельства. И их спектакль кукольный в частности, и спектакль в целом, с восклицательным заком могу сказать, он состоялся. И это очень радостно, ура, ура, ура. Репетиции «Злюки из Кошицы» идут сразу в двух составах, а значит, своим творчеством они смогут порадовать и приобщить к театральному искусству еще больше детей со всей Ленинградской области. Галина Давыдова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». В День защитника Отечества на Батарейной горе встретились фанаты скоростей и ревущих моторов. В Иборге прошли зимние показательные выступления спортсменов, любителей мотоциклетного спорта. Своеобразный подарок преподнесли мужчинам в этот день участницы мотофестиваля. Они выиграли первый заезд. Свою победу девушки, безусловно, посвятили защитникам Отечества. Зрелищное спортивное мероприятие провели в Иборге в 53-й раз. Этот мотокросс мог бы стать 61-м, если бы не климатические сюрпризы. Восемь раз соревнования приходилось отменять по причине отсутствия снега. Но в этом году все сложилось удачно. Для этого зимнего традиционного мотокросса это очень хорошо. Ну, опять же, на основании мы на Батарейной горе в городе Выбоге, да, она скала. И зима хорошая, она все это прячет. Все эти камни, опасные участки, безопасность легче создается. То есть в этом отношении очень хорошо, когда много снега. Ну и плюс самая площадка для спортсменов, грунт, он замерзает, лед получается. А с ихими шипами, которые у них находятся на мотоцикле, это самая оптимальная плоскость. Мотоспортивная история трехкратного чемпиона Карелии Левака Поткина началась около шести лет назад. А Выборг он вместе с отцом приехал впервые. Уверен, что его квадроцикл легко справится со всеми препятствиями, трамплинами и резкими поворотами. Ведь подготовка была серьезная. Там у нас есть Александр Стеевич, он такой фанат своего дела. Он организовал квадрошколу, получил сюда пойти и зацепило нас. Занялись квадрокроссом именно этим. Вы тоже занимаетесь? Я нет. Я занимаюсь ремонтом и финансовой поддержкой спортсмена. На трассе длиной в один километр и 50-летние мужчины, и 5-летние мальчишки. Чтобы достойно пересечь финишную черту, мотоциклист должен быть уверен в себе, спокоен и настроен на победу. Расположение духа и собранность имеют большое значение. Иначе неудачный поворот может привести к потере управления мотоциклом. Но даже в такой ситуации главное подняться и мчать дальше. Евгений Сапунов из Санкт-Петербурга мечтал управлять мотоциклом с самого детства. И сейчас его мечта сбывается. Папа посадил на мотоцикл, у меня в 12 лет, и вот понеслось. С тех пор занимаюсь постоянно каким-то видом спорта, то одним, то другим. Очень нравится. На самом деле это совмещает и техническую часть, и головой нужно думать, и физуха тоже очень важна. Все в одинаковых условиях. Мотокросс такая дисциплина, что нужно в любых условиях уметь ездить. Существует такой термин у байкеров – бензин в крови. И по словам организаторов, среди сегодняшних участников этот показатель превышен у всех. Калина Давыдова, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». Новые машины помогли команде «КамАЗ-мастер» занять в грузовом зачете все три победных места. С достойным выступлением в супермарафоне «Дакар-2022» гонщиков поздравляли на рыночной площади Выборги. По традиции, после ралли спортсмены возвращаются в Россию транзитом через наш город. Остановка недолгая. Все желающие могли пообщаться с гонщиками и взять автографы у представителей команды. Многие спешили поближе рассмотреть грузовики и сделать памятные фотографии на их фоне. Особый интерес у юных выборжцев. Это новые грузовики семейства К-5. На трассе в 4200 боевых километров они показали, что «КамАЗы» не только самые быстрые, но и самые надежные на бездорожье. Рядом их верные спутники – машины технического обслуживания. Внутри необходимы инструменты и запчасти на всевозможные случаи. Богдан Каримов – начинающий пилот легендарной российской команды. На гоночную трассу Дакара пока не выезжал. Говорит, что участник марафона должен обладать серьезной подготовкой и выдержкой. Там действительно режим очень смешанный. То есть сна, ты можешь спать, где придется тебе. Нет там графика такого. То есть привыкнуть к такому ритму тяжело. Несмотря на всю сложность трассы и погодных условий, второй год подряд команды «КамАЗ-мастер» занимает весь подиум ралли «Дакар». Конкуренция за победные места в Дюнах разворачивается нешуточная. Соперники с каждым годом становятся сильнее. Но, по словам спортсменов, российские гиганты ломались реже. Нравятся грузовики, масштаб, размер. То, что представляешь, что они такие огромные и быстро двигаются. Захватывающе смотреть видео с гонок. Восстановив силы дома в набережных Челнах, команда приступит к подготовке к следующим гонкам. Галина Давыдова, Виктория Иванова, Владимир Кочетков, Кирилл Воженин. Медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Еще больше интересных новостей вы можете прочитать или посмотреть на нашем сайте выборг.тв и в группах выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и спасибо, что были с нами.